Киев В противном случае мы должны принять то решение, которое сегодня находится. В противном случае вы предлагаете начать приговорный процесс? Словом мне кривить, ладить напрямик, песнями ладать, души... Йо-йо-йо-йо-моё! Спасибо. Сергей Евгеньевич. Уважаемый Владимир Владимирович, мы в течение уже долгого времени видим и я периодически информирую вас о том, что нынешнее руководство Украины не собирается выполнять Минские соглашения. Президент Украины и в своём кругу заявляет о том, что на публику он про Минские соглашения может говорить всё, что угодно, говорить о том, что он придерживается Минских соглашений, но на самом деле выполнять их не собирается. То же самое в беседах с западными лидерами. Если на этих беседах уже нет прессы, он прямо говорит, что Минские соглашения мы выполнить просто не можем. Для нынешней украинской власти сама власть дороже, чем восстановление мира и ликвидацию вот этого конфликта между киевским режимом и Донбассом. Теперь по тому, как развивается ситуация на Украине, я могу сказать, что вот этот пресловутый тезис о планах российского руководства вторгнуться на территорию Украины, этот тезис рождён в стенах Государственного департамента США и раскручен до таких пределов, что это уже просто напоминает пропаганду войны, а сделано это для того, чтобы попытаться спровоцировать киевский режим на очередную попытку решить проблему Донбасса военным путём. Этого допускать, конечно, мы просто не имеем права. Как уже говорилось, там живут люди, которые, их 4 миллиона, примерно 4 миллиона, люди, которые хотят говорить и думать на русском языке, хотят чтить историю, чтить героев, которые защищал эту землю многие-многие годы. И вспоминая о том, как Россия поступила уже 7-8 лет назад, когда просто откликнулась на стремление населения Крыма, Севастополя, жить в составе России, причём это было жителями Крыма и Севастополя. Это решительное мнение высказано в ходе самого демократичного, самой демократичной процедуры в ходе общенародного референдума. Я считаю, что мы и в нынешней ситуации просто обязаны поступить таким образом. Согласился бы с предложением Николая Платоныча о том, что нашим, так сказать, западным партнёрам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. В противном случае Вы предлагаете начать приговорный процесс? Нет, я… Или признавать суверенитет их? Да, я… Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании… Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей Николаевич. Поддерживаю предложение о… Так и скажите, так, да, или нет. Так и говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Владимир Александрович. Уважаемый Владимир Владимирович. Владимир Владимирович.